Каменные реки Курумы Нашими ногами так и остались неразгаданными Да, мы по-прежнему не понимаем причин многих явлений Но человечество не оставляет попыток узнать законы, по которым живет наша планета Именно поэтому уже сегодня у нас есть возможность Немного приподнять завесу тайны и понять то, что мы не можем почувствовать Для этого понадобится только три составляющих Спутник, несколько объектов на земной поверхности И люди, придумавшие методику, с помощью которой можно увидеть Как двигается земля и меняется ее рельеф Сегодня эта разработка уже внедрена и активно используется на крупнейших газовых объектах нашей страны Она называется системой геотехнического мониторинга А люди, которые ее придумали, работают здесь, в Щелково На предприятии «Газпром Космические системы» Мы наблюдаем за геодинамическими процессами, которые происходят То есть выявляем их на ранней стадии Данная технология позволяет вести мониторинг на любых объектах Это добыча полезных ископаемых, территории городской застройки Мониторинг гидротехнических сооружений Ну и различных производственных объектов Для которых критично изменение деформации грунта Активное развитие эта технология получила с запуском первых коммерческих спутников В 90-х годах первые спутники ЭРС были запущены Ну и научное сообщество очень плотно взялось за использование данной технологии Ну и основные принципы, они с тех пор не менялись Они только улучшаются, оптимизируются В основе разработанной компанией системы лежит метод радиолокационной интерферометрии Именно благодаря ему специалисты получают данные, которые позволяют делать заключение о повышенной геодинамике Сегодня технология успешно введена и используется на крупнейших магистральных газопроводах и хранилищах компании «Газпром» Участки земли, на которых построены эти объекты, находятся под постоянным наблюдением И делается это с помощью летательных аппаратов прямо из космоса Измерения производятся на основе разновременной спутниковой съемки Радарные аппараты летают на кратных солнечно-синхронных орбитах То есть в разное время он пролетает на одной и той же территории, обеспечивая ту же самую геометрию съемки То есть во время первого пролета спутника получаем первый снимок Между спутником и объектом укладывается определенное количество длин волн Получаем фазовую характеристику Через какое-то время, за которое объект смещается Спутник летит снова на той же территории Получаем второе изображение И здесь уже получаем дополнительный набег фаз Который в свою очередь и пересчитывается в смещение или деформации земной поверхности Интересно, как же выглядит объект на земной поверхности, который отражает сигнал Вот он Это уголковый отражатель Сконструирован так, чтобы отражать луч или сигнал строго в обратном направлении Обычно их устанавливают по одному Но в компании «Газпром Космические системы» используют вот такой, двухсторонний И вот почему Съемки со спутников ведутся под разными углами, с разных ракурсов Но с такой широкой диаграммой направленности Это уголковый отражатель Не надо, нет необходимости переориентировать Его с любого ракурса видно И плюс он обеспечивает возможность съемки с различных спутников То есть у каждого какое-то свое разрешение пространства Это на одном видно, на другом не видно Вот чтобы максимально оптимизировать это дело Чтобы если одного спутника не будет, мы могли заменить его другим, третьим, четвертым Вот мы подобрали именно такую форму Использование уголковых отражателей помогает обеспечивать мониторингом не просто большие, а поистине огромные территории На газопроводе «Сила Сибири» таких конструкций, например, 835 Они помогают следить за оседанием и поднятием грунта на протяжении всей магистрали Длина которой составляет более 2000 километров Установлены отражатели и на других объектах Например, на газопроводе «Дзуаркаутсхенвал» Это самая высокогорная газовая магистраль в мире И здесь наблюдение за геодинамикой очень актуально Отлично! С принципом работы мы разобрались А как понять, где именно установить уголковый отражатель? Ведь территории, на которых располагаются объекты, порой кажутся просто бескрайними Может быть большой объект Но изменения рельефа, они же как бы локально, небольшими участками И вот просто знать, сколько таких участков, чтобы посчитать количество уголков, которые мы туда поставим Теперь про уголковый отражатель все понятно Сигнал отразился и вернулся обратно на антенну спутника А что же дальше? Как происходит обработка полученных данных? Изначально мы получили снимок за одну дату Спутник пролетел, мы его скачали Потом прошло 12 дней, мы получили на ту же территорию еще один такой же снимок После чего мы их объединяем Дальше в специализированном программном обеспечении Производится интерферометрическая обработка радиооперационных снимков И получается фазовая картина, разность фаз от одной до другой Эти точки друг на друга накладываются Мы строим карту смещений То есть убираем все погрешности По разности фаз с учетом корректировки всяких различных атмосферных явлений Орбитальных параметров спутников, уточнение геометрии поселающей поверхности И различных других факторов, влияющих на измерения Производится пересчет в оседание, ну, либо в перемещение объектов Кстати, как вы думаете, какова погрешность измерений? Ведь спутники движутся по орбите в тысячах километров от Земли И кажется, что уголковый отражатель для них Лишь крошечная песчинка на поверхности планеты Все группировки спутниковые подтвердили возможность применения данной технологии Радарной спутниковой съемки И точности, которые мы получили, подтвержденные наземными измерениями Это миллиметры То есть от полутора до пяти миллиметров Результат впечатляет Но вот что интересно Как быть в случае неблагоприятных погодных условий? Например, снегопада Создатели системы сделали все, чтобы минимизировать влияние атмосферных осадков на точность измерений Вот как это работает на газопроводе «Сила Сибири», где снег — дело привычное Там ведется мониторинг дополнительно методом площадной интерферометрии В котором не используются уголковые отражатели И в дополнение еще к этому методу используется метод фотограмметрии на основе аэрофотосъемки На первый взгляд система мониторинга устроена просто и понятно Любой может разобраться в принципах ее работы Но на самом деле путь специалистов компании от идей до готового продукта занял более десяти лет Изначально это были пилотные какие-то проекты Тестирование технологий Естественно, заказ компания на неопробированную технологию не обеспечит Но был проведен ряд пилотных проектов На различных участках опробирована эта технология У нас «Сила Мегаспром Космической Системы» Было организовано полноценное, полноасштабное тестирование, испытание, опробирование технологии Создан собственный полигон, на котором были установлены специальные датчики, радиолокационные отражатели На основе которых проведена была аттестация и подтверждение работоспособности этой технологии Параллельно вели съемки и наземные измерения подтверждали то, что мы получали по методам камеральной обработки радиолокационных спутников снега Разработчики тестировали возможность применения технологий в реальных условиях Одной из территорий, за которой наблюдали специалисты, был Соликамск Крупнейший центр добычи калийной соли на Урале Город и его окрестности буквально стоят на шахтах В 80-е годы из-за затопления рудников грунтовыми водами здесь существенно повысилась геодинамика А в 2014 году вся страна увидела, на что иногда может быть способна наша земля Оседания шли, 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 шли Просто в какой-то момент провалился дачный поселок Специалисты компании «Газпром Космические системы» после произошедшего Мы проанализировали радиолокационные снимки местности и выяснили, что у случившегося были серьезные предпосылки Здесь нет уголковых отражателей Данная работа проводилась по данным с японского радиолокационного спутника L-диапазона С спутника ALOS и ALOS-2 Мы выполняли анализ по архивным снимкам и подтвердили, что данным явлением предшествует сначала плавное оседание на данной территории То есть те участки, на которых мы выявляем сейчас активное развитие оседания грунта Есть вероятность, что в какой-то момент там могут произойти аналогичные события У компании «Газпром Космические системы» есть потенциал стать главным оператором данных на территории всей страны Ведь их система мониторинга побеждает конкурентов в самом главном Наша технология дешевле, меньше затрат Но, опять же, кто-то может, допустим, ходить по той же трассе и как-то там измерять, допустим, прибором Но это, опять же, человек, нужны люди, которые должны пройти такое расстояние То есть это будет не так быстро и трудозатратно С помощью глобальной навигационной спутника системы тоже проводятся измерения Но там, в принципе, немного другой Устанавливаются точечные датчики, из каждого считывается информация То есть эта технология достаточно затратна в плане использования большого количества наземного оборудования Его опроса, то есть содержание электропитания всех этих датчиков Ну и, естественно, не обеспечивает покрытие всей площади Мы измеряем смещение по всем объектам на подсылающей поверхности Большое количество людей для обслуживания системы геотехнического мониторинга не нужно Сегодня ее полноценную работу обеспечивают всего пять человек Все вычисления производят машины с помощью специально разработанных программных пакетов Оператору достаточно нажать на несколько кнопок и проанализировать данные, полученные на выходе А что же до уголковых отражателей? Они же, наверное, тоже нуждаются в постоянном техническом обслуживании Поверьте, установленные на поверхности земли однажды, они еще долго не потребуют к себе внимания человека На ту же территорию Силы Сибири, где сотни тысяч километров необитаемой территории Надо датчики установить максимально надолго И чтобы не было необходимости их проверять, их калибровать, обслуживать их Еще что-либо с ними делать То есть они изготовлены из алюминиевого сплава Коррозионного стойка, защищены от снега, от осадков Ну и рассчитаны на то, чтобы лет 30 они стояли И не надо было к ним ходить, проверять, что с ними и как Создатели системы геотехнического мониторинга из компании «Газпром» Космические системы разработали собственный, уникальный продукт В котором сочетаются простые решения и сложные программные разработки Не хватает только последнего ингредиента Который, к счастью, скоро должен появиться в арсенале разработчиков Собственный завод по производству космических аппаратов, который сейчас возводится в Щелково Может решить их главную задачу Помочь создать в России свою группировку спутников радиолокационного зондирования Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok